Крутые футболки, шикарные толстовки, отличные кружки, термонаклейки на одежду. Все это на трендрайвер.шоп Привет, с тобой машинист поезда. И сегодня мы поедем с тобой на электровозе через 209 в последний раз. Скорость нашего поезда будет достигать 200 км в час. Ну а повезем мы не менее легендарный поезд Невский экспресс. Это Николай, помощник машиниста скоростного движения. То бывает в моем телеграм-канале помнят, что с Николаем мы тоже ездили и снимали для вас поездки. Ну а если тебя нет в моем телеграм-канале, то самое время туда зайти. Вот QR-код для твоего удобства. Но нам пора выезжать под состав. Сегодня этот поезд повезет не менее легендарный машинист. Когда я только стал работать помощником машиниста в скоростном движении, Дмитрий Юрьевич был моим первым машинистом, который мне все объяснил и показал. Самый интересный момент для многих зрителей – прицепка локомотива к составу. Обратите внимание, насколько плавно это произойдет. Рюкзак Привет! Как ты знаешь, я на работе часто пользуюсь рюкзаками. Но у меня никогда не было крутого городского рюкзака. А так как я накупил новой техники, мне не в чем было ее таскать. Поэтому ребята из XD Design подарили мне крутой рюкзак. Рюкзак XD Design Flex Gym Back Рюкзак имеет традиционную для рюкзака XD Design защиту от карманников. Все молнии и карманы у него скрыты. Карман на спинке рюкзака имеет защиту от считывания RFID. Но Flex Gym Back не просто рюкзак. Это сразу два рюкзака в одном. За пару секунд вы можете изменить его внешний вид и объем, превратив его из делового рюкзака в спортивный. Это возможно благодаря складному переднему карману. В нем спрятано еще одно мягкое складное отделение на молнии и дополнительные 8 литров объема для ваших вещей. Оно пригодится, например, если вы планируете зайти после работы в спортзал. Традиционно для рюкзаков XD Design модель Flex Gym Back функциональна и продумана. Основное отделение имеет объем 16 литров. Внутри есть отделение для ноутбука диагональю до 15,6 дюймов и множество карманов. Вы сможете расположить все вещи так, чтобы они были надежно закреплены и не перемещались во время поездки или прогулки. Как у большинства моделей XD Design, у Flex Gym Back есть лишний USB порт для зарядки гаджетов на ходу. Теперь он удобно расположен на плечевом ремне. Сюда же можно спрятать провод и достать его в нужный момент. И самое приятное, по промокоду машинист в течение двух недель будет действовать очень хорошая скидка. 30% от цены на сайте. Переходите по ссылке под видео, выбирайте рюкзак для себя или в подарок. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так как это скоростной поезд, нужно делать все максимально оперативно. Быстрый разгон, короткие торможения. Вот такие особенности работы машиниста в скоростном движении. Естественно, плюсом ко всему этому идет очень-очень жесткий график. Машинист осматривает состав кривой. В это небольшое зеркало на самом деле все видно. Субтитры сделал DimaTorzok Другой пункт. Другой пункт. Кто-то у нас опоздал. Опоздал. Ну бывает. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Другой пункт. Кнопки, которые нажимает машинист, это контроллер управления электровозом. При каждом нажатии на эту кнопку выводится сопротивление, напряжение и ток на якоре двигателя растет, поэтому поезд начинает разгоняться. Часы? 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 Да, минимум. Часы – зеленый, по-первых. Слева без замещения на составе. Четвертый и пятый – проба. Нормоза. Вам просто не передать те ощущения, которые испытываешь, когда электровоз начинает разгоняться. Четвертый и пятый – проба. ну а мы приближаемся к месту опробования тормозов ребята встали рано утром чтобы снять последнюю поездку через 209 с невским экспрессом пролетаем переезд переезд свободен сигнал остановки с переезда не поддаются но мы тем временем подъезжаем к станции где необходимо снизить скорость многие меня спрашивают а вы в населенных пунктах как на машине снижайте скорость нет у нас такого нет у нас железная дорога не автомобильная поэтому все снижение скоростей зависит от пути а точнее от крутизны кривых или стрелочных переводов вы можете заметить горячую лампочку справа от машиниста это лампочка цепи управления пт там еще есть две лампочки по которым машинист управляет электропневматическим тормозом и 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 сейчас мы с тобой следуем по перегону на котором происходит ремонт поэтому мы следуем по неправильному пути. Да, именно по неправильному пути, а не по встречному. Впереди у нас имеется ограничение скорости, на которой машинист тормозит в данный момент. Поэтому нужно делать короткие, но эффективные торможения и быстро разгоняться, чтобы не потерять время. А время у нас очень мало. Ограничение скорости на данном участке пути из-за того, что работают люди. И техника. Для ограждения у нас используются сигналы начала и конец опасного места. При следовании по опасному месту помощник машиниста должен стоять на своем рабочем месте. А машинист быть максимально внимательным, чтобы в случае чего применить экстренное торможение. И таких опасных мест за поездку может быть большое количество. Это для тех людей, кто спрашивает, напряженная работа машинистом или нет. Так, все, да? Так, запроехай, да? Ладно, натолкнемся, сколько там он даст нам еще. Сейчас уже желтый будет скоро. Ну а сейчас небольшой отрывочек видео для тех, кто хочет посмотреть, каково это на 209-ке ехать 199 км в час. Что бы я хотел сказать по поводу электровоза ЧС-209? Машинка замечательная, но для того времени. Сейчас мы уже живем в 21 веке и есть куда более крутые машины. А эту ласточку действительно уже пора было отправлять на пенсию. Но я надеюсь, что ей дойдут вторую жизнь. И она дальше будет колесить по железным дорогам, радуя всех неравнодушных людей. Продолжение следует... Продолжение следует... А сейчас мы будем подъезжать к платформе, где нас встречали фанаты, но мы не оставили их без внимания. Ну а теперь как это выглядит в кабине. Ну а сейчас мы прибываем на конечную станцию. Конечная станция нашего путешествия... Москва. Дорога была нелегкая, хоть мы ехали 4 с хвостиком часа. КОНЕЦ. НЕКОНЕЦ. НЕКОНЕЦ. Ну а теперь поговорим немного о том, как же стать помощником машиниста скоростного движения. Все очень просто. Приходишь, работаешь помощником, учишься на права управления электровозом. Если ты себя хорошо в депо зарекомендовал, дорога в скоростное движение тебе открыта. Ну а чтобы стать машинистом скоростного движения, необходимо получить второй класс квалификации, хорошо зарекомендовать себя в депо, отлично знать устройство электровоза и в совершенстве инструкции. Так как здесь все происходит быстро, нужно максимально оперативно принимать решения, от которых зависит жизнь людей. Естественно, тут уже совсем другая зарплата, как у машиниста, так и у помощника. Чтобы вы поняли, помощник машиниста скоростного движения получает примерно как машинист обычного поезда дальнего следования. 6.9 9, 9 som 8 потекло напряжения. Движение 13.9 9, 8.9 9, 9 0,9 9, 10, 9 0,9 9, 10, 9 0,9 9, 10. Герущий 8 8, 9 8, 9 0,9 9, 10, 9 0,9 9, 9 0,9 9, 10. Всем пока ждать. 29 Дальше на третий маршрут Делаем автоматику Далее Жестко они тут сделали, конечно Не успеть На двадцатке тоже не успеть Вон они все стоят Вон они все стоят Но мы пребываем на конечную станцию, не забудь подписаться на канал если понравилось видео, буду рад видеть тебя в телеге. Передавай привет в комментариях бригаде, которая довезла этот поезд из точки А в точку Б. Ну а от меня Дмитрию Юрьевичу большое спасибо за его работу. Простой позитивный мужик, которого встретишь на улице и не подумаешь, что он возит поезда со скоростью 200 км в час. Дмитрию Юрьевичу. Дмитрию Юрьевичу. Дмитрию Юрьевичу. Субтитры сделал DimaTorzok